Виктор Дебернравов Дети, которые там просят что-то ее включить Вот вчера не дали Как вчера вечером Мы сидели с детьми, собирали пазл И Алиса включает песню Она включает песню, которую ты просишь Дальше она включает что-то подобное Это удобно, в общем, какой-то свой плейлист Она из твоих уже предпочтений собирает Алисе это удобно Ну, Яндекс тоже удобно Такси, навигатор Все, в общем, Яндекс это Крутая, на мой взгляд, компания Валимания Яндекс Ну, вы же спросили Какими помощниками я пользуюсь Что такое Маруся, я не знаю Алисой пользуюсь, ну, потому что дети Наверное Хорошо, если говорить про соцсети Насколько вы активны в соцсетях, ведете ли их сами Или у вас какие-то помощники Ну, я пошел Потому что вам уже со мной будет неинтересно Потому что соцсетей у меня не было никогда Подождите Я клянусь вам, у меня не было ни секунды Я не был на Фейсбуке Просто я даже не знаю, что это такое На Одноклассниках я был какое-то время Потом меня это Мне надоело Мне пишут какие-то Одноклассники Друзья А что ты не пишешь А что ты пишешь А что ты не добавил Друзья Идите нафиг Как бы, ну, нет времени на соцсети И я очень рад, что у меня Моя реальная жизнь Настолько, как бы, разнообразна и богата Что у меня нет времени на соцсети Я их ненавижу Честно У меня жена фотограф Очень крутой фотограф И поэтому я когда-то завел себе страничку в Инстаграме Инстаграм я с прошлого марта не пользуюсь И мне так хорошо Вы не поверите Вот правда Вот я клянусь Я вообще всегда был против этой модели Этой формулы Что типа, если ты крутой артист У тебя должны быть миллионы подписчиков Я не хочу Вот я хочу, чтобы у меня были, не знаю, миллионы любящих меня зрителей Не за то, что я в Инстаграме много фоток выкладываю Что я ем, где я отдыхаю, с кем я дружу Что я надел сегодня на ноги Чтобы меня любили за то, что я играю За то, что где я работаю Как я играю в театре Вахтангово На других площадках И что я делаю в кино и на телевидении Мне было важно всегда Чтобы из-за этого у меня было бы много зрителей Которые знают, кто я такой Поэтому я против соцсетей Мне очень жаль, что это бич нашего времени Соцсети, раз уж вы спросили мое мнение Потому что, ну правда Мир настолько прекрасен, многообразен и велик Что вот если просто вдумайтесь Сколько часов А, наверное, если взять, если год То сколько дней, вот так суммарно Люди тратят в нереальной реальности А потом начинают сходить с ума Писать друг другу посты Как ты мог на какое-нибудь событие Реально выяснять отношения Ругаться Лайки, дизлайки Ужас Ужас Я никогда не был Этим заражен Этой заразой И я очень рад И всех вообще Ну как призываю Живите реальной жизнью Это гораздо интереснее Да, и после этого люди подбегут к вам сегодня Сфотографироваться и выложить это в свои собственные соцсети Да-да-да-да Смотрите, тогда Если не про соцсети, то про мобильный телефон Вы-то им пользуетесь? А как же, вот он 14-й И периодически на этот телефон Вот мне сегодня утром Честно, уже звонили один раз из банка Причем это оказался настоящий звонок А я человека так послал Мне было так неудобно Он сказал, что у меня задолженность 300 рублей по кредиту Ну да ладно Попадались ли вам? У вас же тоже какой-то номер Они же звонят всем подряд Хоть раз звонили? Звонили постоянно Звонят постоянно Последний раз я, правда, подошел Это было в прошлом сентябре Мне кажется, с тех пор Когда мне сказали Следственный комитет Российской Федерации Майор такой-то Я говорю, пошел, до свидания Все, и положил трубку Все, майор мне почему-то не перезвонил А вообще я перестал Просто я так, в общем, внимательный человек Одного человека послушал, другого человека послушал Допустим, категорически нельзя Вот всем говорю Нельзя отвечать на незнакомый звонок в 9 утра Потому что они пробивают это все по своим системам И если ты в 9 утра подошел Или там снял трубку Потом положил Все, у них уже галочка есть И они будут звонить в 9 утра тебе каждый день Это правда, это правда У меня вот несколько человек на этом попались И в общем Мне постоянно звонят Там, куда-то сходить Что-то там, дать интервью Или еще так Я вижу незнакомый номер Я не подхожу Если человеку надо, он напишет на WhatsApp, Telegram Здравствуйте, Виктор Я такой-то, такой-то Я такая-то, такая-то Пожалуйста Вот мне тут недавно был звонок Несколько раз звонили, звонили, звонили На всякий случай Дай, думаю, подойду Здравствуйте, Виктор Я из банка Тиньков Я там такой-то, такой-то менеджер Я думаю, блин, окей Откуда я знаю? Ты настоящий менеджер? И я говорю Слушайте, я не могу еще говорить Перезвоните мне попозже И это мне надо что? Мне надо позвонить в банк Узнать, работает ли там такая-то там Анна Или Ольга С этим вообще надо быть аккуратно У меня там папиного друга Развели на очень большую сумму денег Там вообще, я не знаю Чуть ли не до гипноза дошло Даже такое бывает Поэтому Послушайте, что говорит Артемий Лебедев Вообще Мы все воспитанные люди Нам кажется, что нам надо со всеми говорить Никто не расстроится Если вы просто молча положите трубку И все И больше никогда не подойдете К этому номеру телефона Который вам будет еще пять раз звонить Ничего Никто не умрет Земля не разверзнется Вы в ад тоже не упадете Поэтому не отвечайте Я вот последний, наверное, год Ну, может быть, чуть меньше Просто не отвечаю Не подхожу на незнакомые номера А потом есть же Возможно, это у вас другой вопрос Есть же еще прекрасные службы безопасности банков Сбербанк, Тинькофф, ВТБ Они тоже в телефоне Все это можно установить Это достаточно Тоже как-то Какая-то помощь Хорошо Я подумал, что есть и плюсы в этом Если вам каждый день в 9 утра звонят Можно вместо будильника использовать Этих людей Если надо просыпаться 9 утра для меня поздно Вы рассказали про знакомого отца Который попался А какие-то, может быть, еще близкие у вас Переводили куда-то Может быть, даже какие-то небольшие суммы Да, да Переводят люди Ой, пожалуйста, доченька попала в аварию И там туда-сюда И у меня одна знакомая Даже обиделась на свою подругу За то, что та перевела ей там 5 тысяч для мамы Она говорит Ты Вместо того, чтобы сказать спасибо Но это не моя была мама Она говорит Как ты могла подумать Что я тебе не позвоню Ты что Ну, то есть там целый скандал был Потому что она просто сразу каким-то людям Перевела 5 тысяч Ну, и вот на таких вещах очень часто играют Мошенники Будь их неладна жизнь Смотрите, было бы вам С профессиональной точки зрения Интересно сняться в рекламе Или в фильме В сериале Может быть, какая-то роль в спектакле Связанная с кибербезопасностью И на чьей бы стороне вы бы хотели оказаться Такого суперхакера, да Шпиона Который пытается проникнуть в нашу систему Что-то взломать, уничтожить Или наоборот Человек Так называемый белый хакер Который защищает И стоит на страже безопасности Ну, такая история у меня была Но тут, честно говоря Правда Важно, что играть Можно и на хорошего парня сыграть Был такой проект Сериал Назывался Технари Мне присылают сценарий Типа Вот, приходи Попробуйся на главного героя А я понимаю, что неинтересно Ну, главный герой спасает жену Мучается там А злодей Все время ему что-то Я говорю, давайте я попробую Мне интересно вот это И гораздо по-актерски И просто как-то по-мальчишески Гораздо интереснее играть плохого парня Играть злодея Роли злодеев нас всегда привлекают Потому что злодеи делают то Чего нам нельзя Обычным людям в обычной жизни Нельзя угнать машину Ограбить банк Прыгнуть с моста На мотоцикле И так далее Но злодеи все это как бы делают Поэтому Опять же Актерский наш мир Моя профессия Она напрямую связана с игрой Поэтому Нам же всегда Интереснее Выбрать Что поинтересней Что по необычней Вот Но опять же Это не догма Если придет какая-то история Где надо сыграть хорошего парня Который будет Как вы говорите Белый хакер Я не знаю Что такое Белый хакер Черный хакер Синий хакер Розовый Синий это просто пьяный хакер А это понятно То есть это обычный хакер Да Вы сами да Обмолвились о сериале Технарь Там вам приходилось да Погружаться В эту тему В тему технологии Техники Как вы это делали Да Что-то изучали Да Потому что я вот знаю Ну актеры где-то говорят В интервью Чтобы играть например Там не знаю Доктор Да он погружается Работает Общается с докторами Вот вы В теме Да нет В Технаре у меня не было Такой задачи Мне там скорее было сложнее С оружием С драками С пистолетами И так далее Очень часто Все это делается На монтаже в кино Ты просто держишь планшет Умно там что-то нажимаешь Так же как и люди Думаете что все артисты Которые в кино Нажимают кнопочки на компьютере Они все стенографисты Так вот нифига Вот именно Поэтому чаще всего Это все просто монтаж Тем более там Все это вокруг него Флер да Короля играет свита Мы все думаем Что он такой крутой Потому что это круто выглядит Очень часто не нужно Ничем там владеть Понятно что Когда мы снимали Там условно Не знаю Т-34 Тут как бы нужно было Научиться водить танк И это как бы Вот тут с этим Ничего не поделаешь В Пальме самолет Мне не дали Поуправлять Ту-154 Вот Поэтому Я очень люблю Свою профессию За то что она все время Заставляет Что-то делать новое Чему-то учиться Но Задачи В техноре Становиться Реальным хакером У меня не стояло То есть язык программирования Вот изучать Один, второй, третий Не нужно было Нет Хотя бы название Вы их слышали Будь здорово Сова Хорошо Вы про Т-34 сказали Да Сейчас все фильмы Ну современные Да Такие большие проекты Снимаются с огромным Использованием Компьютерной графики Современных технологий Искусственного интеллекта Сейчас вот все знают Слово-то у меня вылетело Чат-GPT Что это такое Неросети Которые что-то дорисовывают И в кино наверняка Это если сейчас Не применяется То там завтра уж точно будет Вот Насколько ваша работа Как актера В этом плане меняется Становится легче Сложнее Когда все эти технологии Вам помогают Или наоборот мешают Ну на данном этапе Она мне не мешает никак Это все только Начинает развиваться Но не за горами Те времена Когда просто Мне пришлют сценарий Я дам свое согласие Скажу номер своей карты Они меня сфотографируют Фас в профиль А потом выйдет фильм С моим участием Наверное его надо будет озвучить А потом можно Наверное уже нет На мой взгляд Это дорога в пропасть Честно Я вот как бы Я очень люблю смотреть Лекции Черниговской И она говорит об этом Очень много Ребят вы куда Вы зачем все это делаете Вы что потом Сами-то будете Потому что Раньше люди Получали там Высшее образование Читали Становились людьми Становились людьми Да Мы же рождаемся Как бы Если нас не будут учить Будем в лесу с волками жить Будем Поволчивать Поэтому этот мозг Нужно его Качать Прокачивать Класть в него Новую-новую-новую информацию Ту или иную А про информацию Вообще можно отдельно Говорить очень много Поэтому На мой взгляд Хочется мне верить Сейчас же Для кого не секрет Уже картины Ты дай ей Несколько Допустим Референсных художников И она тебе нарисует Гениальный там Пейзаж А-ля Мане И что Ну это же все Подражание Это подражание Заданные алгоритмы Которые тебе дают То что То что Получается Поэтому Я уверен Что все это будет И наверное Уже не так долго Осталось ждать Все эти нейросети Будут снимать фильмы И там Вообще очень Много всяких вопросов Связанных с Этичностью Да Кто-то захочет Снять комедию А кто-то захочет Снять такое Что это смотреть Будет невозможно С точки зрения Этики И даже не буду Сейчас Примеры приводить Чтобы это не звучало Даже из моих уст Поэтому Человечный развивается Это всегда было То есть всегда Ну правда Ну вот просто представьте Что да В этом 43-й год 80 лет назад Там Великое отечественное И сейчас Айфоны Нейросети Квадрокоптеры Летающие Там это Ну то есть Все Настолько Сильно Развивается Мне папа Рассказывал Как они еще Смотрели телевизор Заливали В лупу Воду Чтобы Ну как бы Игран пошире был А сейчас он купил Телевизор Который у меня не хватит Размаха рук Вот такой А он Вот такой Телевизор Телевизор Ну технологии Идут Идут И будут идти вперед К чему это приведет Ну посмотрим Ну а боязнь Есть за то Что вытеснят вас Эти машины Нет У меня боязни нет Потому что Ну я все равно Глубоко убежден Что авторский продукт Он должен им остаться Театру Как таковому Вообще Давно Пророчили Смерть Ну в смысле Что все Помните Фильм Москва слезам не верит Останется только телевидение Уйдет все Кино Театр Все закончится Останется только телевидение Так вот нет Прошло уже сколько 40 лет Когда этот фильм был снят И Все равно Вот вы Не представляете Вот был карантин Мы с ним Мы Играли Сначала на 25% Зрителей Потом на 50% Зрителей Пандемия Туда-сюда И как только Вот Вышел Что это называется Указ допустим В общем Когда разрешили Зрителям Заполняемость Зала 100% Нам не нужно было Там месяц ждать Пока раскупятся билеты На следующий же день Были аншлаги в театрах Потому что театр нужен Театр это дело живое Это Что-то глубинное Это вот Откуда-то Из совсем Древних Древних времен Что люди смотрят Это какой-то Какое-то Таинство Какой-то Ритуал Что-то Что-то Происходит магия Я в этом глубоко Убежден И много раз Тому находил Подтверждение Кино другое Кино Совсем другой мир И меня часто спрашивают Что вы там Хотели бы Выбрать Я говорю А зачем выбирать Если можно и то и то Это совершенно разные вещи Поэтому я Глубоко убежден Что Анну Нетрябко Не заменит Искусственный Вокальный Интеллект И Валерия Гергиева Не заменит Палочка Которая Сгенерила Всех дирижеров мира И она знает Как это делать Нет Я вот Я в этом убежден Может быть пока Но опять же Это Дорога в никуда На мой взгляд Куда мы Тогда нам что Все Нам надо тогда Сесть всем на ракету И улететь на Марс Вместе с Илоном Маском Здесь останутся машины Отличную картину будущего Мы нарисовали Это Джеймс Кэмерон Нарисовал В фильме Терминатор Давайте перейдем Ко второй части Вот нашей с вами беседы У нас есть вопросы Вопросы интерактива Их 11 Я буду вопрос озвучивать И сам на него буду пытаться ответить И прошу вас тоже ответить Я не знаю правильных ответов Вот Хотя не знаю Верят ли люди в то Когда говорят Что я не знаю ответов Но тем не менее Посмотрим Можно просуждать Попытаться дать ответ А далее мы Правильные ответы узнаем И будет небольшой комментарий Это все В нашу тему Которую мы говорили Попробуем Итак Первый вопрос Как вы думаете Какой процент Пользователей интернета Используют один и тот же пароль Для нескольких Учетных записей Ну то есть Словно говоря У тебя разные записи Я думаю что цифра близко к 90 Я сам использую один пароль Но как где То же самое Просто есть люди более ответственные Я в этом убежден Поэтому Наверное их процентов 10 Остальные Более 50 А далее ответ более 50 Но 90 это более 50 Абсолютно Пояснение Согласно исследованию Гугла В 2019 году Каждый второй Пользователь интернета Использует один и тот же пароль Для нескольких учетных записей Что совсем небезопасно Потому что Одну я так понимаю Взломают Но и до всех остальных Доберутся А вы же так не делаете Наши зрители Мне кажется Айтишники Еще хуже В этом плане Не Не один Два Три Четыре Пять Шесть Но в обратном порядке Точно не взломают Кверти написать Это же так Хорошо Второй вопрос Что такое фишинг Тут Подождите Тут есть вариант ответа Да фишинг Вредоносная программа Антивирус Интернет-мошенничество Либо профессиональное название Ловли рыбы Ну последний мы убираем Да Потому что это было бы странно Я не знаю правильного ответа Но рискну предположить Что это Первое Вредоносная программа Наверное Я не знаю Просто пальцем в небо Вот так Ну я думаю Что Ну фишинг это ловить Наверное Как-то отсюда надо плясать Да Но вредоносная программа Тоже странно Что там Может интернет-мошенничество Либо антивирус Интернет-мошенничество Типа они ловят тебя На рыбу Может быть кстати Да А вот оно Вот полный 500 рублей Пройдите регистрацию А потом Ну хорошо Да Согласен Может быть так и вариант Мошенничество Мы выбрали мошенничество Давайте просто правильный ответ Интернет-мошенничество Браво Логика победила Мошенники создают Поддельный веб-ресурс Имитирующий сайт банка Или другой организации Когда пользователь Переходит на фейковую веб-страницу И вводит свои данные Ну настоящие Злоумышленники их собирают И соответственно Под ними уже заходят На настоящие сайты И похищают Все ваше нажитое Честным трудом Как-то вы сгрустнули Не переживайте Не заходите Да Я подумал Как это Как вот люди попадаются У меня же прям прям реально Вы нарисовали эту картину Мне стало грустно Третий вопрос Может быть Он нас чуть развеселит Вам звонят Службы безопасности Банка России И просят Для защиты Ваших денег От злоумышленников Скорее снять их И перевести На специальный Защищенный счет Как правильно поступить? Алло Да Вас плохо слышно Алло Как-то так Ну в принципе Хорошо И тут Ваши навыки Пригодились Отыграть Ответ Повесит Трус Да Что Вы летите над каньоном Что вы Алло Алло Банк России Не взаимодействует С физическими лицами Но прикрываясь его именем Мошенники часто Вовлекают жертв В сложные схемы В результате которых Те лишаются Своих денег А мне кстати интересно Ну видите Если вы Не часто берете трубку Теоретически Мошенник же Может узнать В вас голос Он тоже может Смотреть утром Фильм ваш Да например Или там Вчера быть на спектакле А утром вам звонить И такой Блин Где-то я его слышал Подождите Смешно Но это часто бывает Доходит до того Что тебе звонят И приглашают На твой собственный спектакль Алло Добрый день Мы вас приглашаем На спектакль Старший сын В котором Принимают участие Виктор Сухоруков Виктор Добронравов Ольга Ломонос Я говорю спасибо Я не пойду Я занят Я занят А чем вы заняты А я играю за спектакль Да кстати Ну это вот не мошенники Это просто продают билеты люди Да но все равно Ну как бы Забавная история Согласен Следующий вопрос Каким людям Можно сообщать данные Своей банковской карты Например Последние цифры номера Либо кодовое слово Я уверен Что никаким А супруга? А не Ну подождите Супруга знает Все Все карты Все явки Все пароли Ну Я тут Буду вам Соглашаться Мне кажется Абсолютно правильно Давайте посмотрим Правильный ответ Только работникам банка Когда вы сами Звоните в банк Да А никогда Они к вам Давайте пояснение Представители Платежной системы В кавычках Продавцы в магазине Или просто Позвонившие вам люди Представившиеся С сотрудниками банка Могут быть мошенниками Нельзя сообщать эти данные И родственникам Ведь случись что Банк с полным правом Откажет в возмещении средств Вот Ну вот такая вот история Пятый вопрос Вы обновляете пароль на своих Нет Это вопрос Вы обновляете пароль на своих ГАШ Как вы думаете Сколько пользователей Поступает так же В течение года То есть Идет ли у вас вообще Обновление этих паролей Или он вот Не знаю С совершеннолетия Я думаю Что если брать Такую статистику То мало кто это делает Потому что Я думаю Что этими вещами Занимаются те люди Которые либо Занимаются этим Профессионально Либо которые Ну В общем имеют Большие какие-то Капиталы Больших капиталов я не имею Обычный Гражданин Поэтому Семьянин Просто Простая ячейка общества Поэтому я этим не занимаюсь Наверное надо было бы Но просто Я думаю Что может быть Люди которые помоложе Да Вот Которым там Хотя бы 25 лет Может быть они более Уже Ответственные И просто В этом плане Прошаренные люди Я человек Советской информации Старая версия Компьютера Поэтому Я этого не делаю Но я думаю Что окей Вопрос был Как много людей Ну наверное Процентов 25 Давайте посмотрим Правильный ответ Я тоже честно говоря Не обновлял ничего 52 Это 25 Зеркального Будем считать Что Мы бы наверхали Хорошо Пояснение Согласно исследованию Компании Мобилерон Более половины Пользователей Не меняет Свою пароль На устройстве В течение года Регулярная смена Пароль Это правило К которому Нужно привыкнуть И оно сильно Снижает шансы Взлома Ну это Согласен Аплодируйте Кто меняет пароль В течение года Просто понятие Аудиторию Да Мне интересно Вот девушка Ну явно Не 52 Процента Боится чтобы ее парень Не заглянул к ней И меняет пароль Поэтому он и ушел Тиндер А не парень Шестой вопрос Когда появился Первый в истории Вирус-вымогатель Который блокировал Доступ к файлам На компьютере Это Помните У меня такое было Всплывающие такие окна Я понимаю Про это идет речь Да Ничего на компьютере Открыть нельзя И просят куда-то Перевезти деньги Ну примерно Как думаете Когда это Ну не знаю Конец 90 90 А вообще Когда интернет появился Нет Это раньше появился Ну допустим Ну 97 97 год Я не знаю Просто пальцем в небо Тогда уже были Да компьютеры Ответ 1989 год Представляете Да Обалдеть Тут страны Нашей России Еще не было А вот эти вот Вымогатели Уже появились Значит Этот вирус Назывался Аиц-троян И появился В 89 году На три десятилетия Раньше Эпидемии Оно-край Которая была В 2017 И которая Вывела из строя Сотни тысяч Компьютеров По всему миру Первопроходец Шифровал содержимое Жестких дисков И требовал выкуп Для того Чтобы можно было Восстановить к ним доступ Тогда не было Вот что-то биткоинов Чтобы перевезти Нужно было взять Деньги в сберкассе Снять И отнести Лично человеку Как кстати Тогда платили Интересно Если не было Электронных денег Другой вопрос Ладно Седьмой вопрос Меняете ли вы пароли От своей электронной почты Почты Знаете ли Как часто Это рекомендовано Слушайте Я даже не знаю Как отвечать Потому что Я сейчас скажу Что я меняю Я себя подставлю Что люди будут Меня взламывать Я не меняю Да и потом Чего у меня У меня на почте Приходят только сценарии Нет У вас на почту Приходят все уведомления В итоге На них же все завязано Вы где-то регистрируетесь В том числе в банках В каких-то программах Лояльности Ну у банки Сейчас все на Все в телефоне Все приходит у тебя Ты связь с банком В приложении Почты Я правда Я почтой пользуюсь Крайне редко Вот Я единственное Взял за правило Я все время Удаляю спам То есть у меня Вот у жены Я беру у нее телефон У нее там Красный огонек 1567 Неотвеченных Я говорю А ты не хочешь Ну а что ты Вот я открываю Допустим Если у меня пришел сценарий И параллельно с этим сценарием Еще там 5 Озон Что-то еще Сбербанк Тинькофф Просто какие-то Обычные уведомления Я их сразу Сразу удаляю Чтобы не засорять Свой ящик Но в основном Я пользуюсь почтой Для того Чтобы читать Полученные сценарии Вот Все Но я конечно убежден Что это надо делать Надо делать Ну абсолютно верно Давайте посмотрим Правильный ответ Раз в месяц Представляете Я честно не понимаю Как запоминать Этот новый пароль Каждый месяц Вот здесь Больше у меня Такие вопросы Бумажечку В паспорт Это как раз таки Максимально небезопасно Оптимальная частота Раз в месяц Для критических Для вас сервисов Вроде почты Электронных кошельков Банк клиентов И тому подобного Реже собственно Допустимо Уменьвать пароль Для всех остальных сервисов При учете Что они Не совпадают С какими-либо еще Вашими паролями Я думаю Что у многих Такое бывало Когда ты вводишь Новый пароль А система тебе пишет Ты такой уже использовал Веди другой Сто процентов А придумывать Больше нечего Так несколько вопросов У нас остается Восьмой Какой пароль Остается одним Из самых популярных В последние годы Ну предположите Кверти Ну или Я за 1, 2, 3, 4, 5, 6 Либо по 6 Ну да Или до 8 Это продвинутые пользователи Итак Давайте узнаем Правильный ответ 1, 2, 3, 4, 5, 6 Классик У кого такой был Хоть раз Да Мы с вами будем В одном котле Да Исследование показало Что этот самый пароль Распространенный Самый в мире Легко запомнить Легко набрать И легко взломать Он даже паролем Называться не может А президент Какой-то американский По-моему говорили Про кого-то Что он пароль Пароль У него пароль Слово пароль Про байк Не знаю Последний вопрос Сколько знаков Должен содержать Надежный пароль В 23 году Согласно рекомендациям Специалистов Ну понятно Что вы этого не знаете Ну 8 знаков Одна заглавная И две цифры Или там одна цифра Нет 8 знаков Давайте узнаем Я не знаю Пожалуйста 12 знаков Одна Содержащие не менее 12 символов Рекомендуют специалисты Включая строчные И заглавные буквы Цифры Еще и специальные символы Пробел Использовать пароль Не следует Поскольку он облегчает Взлом Методом словарного перебора Вот так Вау Да Я надеюсь Что вот эти вопросы Может быть Каким-то образом Вам помогут дальше В вашей жизни Да Начал менять пароль Спасибо большое Спасибо большое Мне так было интересно